Всем привет! Ранее мы рассмотрели топ 10 самых популярных противотанковых орудий Второй мировой войны, а в этом ролике представлен обзор на 10 самых популярных зенитных орудий Второй мировой войны в калибрах от 20 до 94 миллиметров. Итак, 10 место занимает японское зенитное орудие Тип-88. Созданная в 1927 году с целью замены зенитной пушки Тип-11, это орудие имело калибр 75 миллиметров и применялось как в ходе Второй китайской войны, так и во Второй мировой. Тип-88 имела цельный ствол со скользящим затвором, установленным на центральной опоре. Также в ходе боевых действий было выявлено, что она оказалась чрезвычайно эффективным противотанковым оружием при стрельбе по горизонтали. Несмотря на то, что из-за усовершенствования в авиационной технике пушка устарела к 1941 году, она продолжала использоваться на многих фронтах до конца войны. Масса 2450 килограмм, длина ствола 320 сантиметров, скорострельность до 20 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы 9100 метров. Всего было произведено более 2000 единиц Тип-88. Девятое место занимает британское орудие QF-37. Созданная в 1937 году, эта пушка имела калибр 3,7 дюймов либо 94 мм и являлась основным тяжёлым зенитным орудием Великобритании во Второй мировой войне. Производилась в двух вариантах, наряду с мобильной колёсной установкой орудия монтировались на стационарные бетонные основания, у последнего варианта позади казённика имелся специальный противовес. Данные зенитки также применялись в форте противовоздушной обороны Манселла на Темзе. Масса 9317 кг, длина ствола 470 см, скорострельность 25 выстрелов в минуту. Эти зенитные орудия обладали отличной досягаемостью по высоте и хорошим поражающим действием снаряда. Осколочный снаряд массой 13 кг с начальной скоростью 810 м в секунду мог поражать цели на высоте до 9000 метров. Всего до 1945 года выпущено около 10 тысяч таких зенитных орудий. На восьмом месте американская автоматическая зенитная пушка М2. Созданная в 1942 году, она являлась модификацией 90-мм зенитного орудия М1. Основным отличием от предыдущей модели являлось двойное назначение орудия, а уменьшенная масса ускорила приведение орудия к бою. При необходимости зенитная пушка превращалась в полевую и могла вести огонь не только по воздушным, но и по наземным целям. Калибр 90 мм, затвор полуавтоматический кленовой, масса 8 тонн, скорострельность 12 выстрелов в минуту. Пушка буксировалась на одноосной подвеске со сдвоенными пневматическими шинами с каждой стороны. В боевом положении находилась на крестообразной опоре, а расчет вокруг пушки располагался на складной платформе. Максимальная дальность стрельбы 17700 метров. Седьмое место занимает советская зенитная пушка 3К. Созданная в 1931 году на основе немецкой 75-мм зенитной пушки компании Rainmetal, она монтировалась на двухколесной повозке за У-29 и применялась на начальном этапе Второй мировой войны. При этом она являлась довольно современным орудием. Лафет 3К с четырьмя откидными станинами обеспечивал круговой обстрел. При весе снаряда 6,5 кг вертикальная дальность стрельбы составляла 9 км. Существенным недостатком пушки являлось то, что перевод её с походного положения в боевое занимал относительно много времени, более 5 минут и представлял собой довольно трудоемкую операцию. Калибр 76,2 мм, длина ствола 419 см, масса 3050 кг, скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Всего произведено 4550 единиц зенитных пушек 3К. На шестом месте немецкая зенитная пушка 2 см Флаг-30, её модификация 1938 года. Это автоматическое орудие разработано в 1930 году фирмой Ренметал и имело калибр 20 мм. Основная модернизация была произведена в 1938 году и была направлена на увеличение скорострельности с 280 до 480 выстрелов в минуту. В ходе Второй мировой войны Флаг-30 применялись в качестве зенитных орудий для ведения огня по наземным целям, в том числе по легкобронированной технике. Кроме стандартного одноствольного варианта, производились также спаренные исчетверённые зенитные установки. Также Флаг-30 и 38 устанавливались на бронетехнике, грузовых автомобилях, кораблях и подводных лодках. В 1939 году каждой пехотной дивизии вермахта по штату полагалось 12 единиц этих зенитных орудий. Принцип работы – использование силы отдачи при коротком ходе ствола. Масса – 450 кг, расчёт 6 человек. Спуск производился нажатием педали, а для питания применялись коробчатые магазины ёмкостью 20 снарядов. Эффективная дальность стрельбы – 2200 метров. В середине 1944 года в составе немецких войск имелось свыше 26 тысяч зенитных установок этого типа. Пятое место занимает советская зенитная пушка 61К. Это 37-мм зенитное орудие было создано в 1939 году на основе шведской Бофорс и являлось первой самой массовой советской автоматической зенитной пушкой, запущенной в крупносерийное производство. Помимо борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и пикирующими бомбардировщиками, 61К в 1941 году использовались как противотанковые орудия. Представляет собой одноствольное автоматическое зенитное орудие на четырёхстанинном лафете с неотделяемым четырёхколёсным ходом. Автоматика пушки основана на использовании силы отдачи по схеме с коротким откатом ствола. Масса 2100 кг. Расчёт 7 человек. Скорострельность 170 выстрелов в минуту. Выстрелы хранились в ящиках по 30 патронов. Перед применением снаряжались в обоймы по 5 патронов. Прицельная дальность стрельбы 4000 метров. Немецким аналогом данного орудия являлась флаг 36 в калибре 37 мм. Также 61К устанавливались на зенитные самоходки на гусеничном шасси ЗСУ-37. Всего произведено 18800 единиц орудия 61К. На четвёртом месте самое популярное швейцарское орудие Второй мировой войны – зенитное орудие «Рликон». Разработанное в 1927 году Швейцарии, эта зенитная пушка изготавливалась на заводах Франции, США, Германии и Японии, использовалась всеми воюющими странами. Калибр 20 мм, патрон 20х110 мм. Принцип работы – отдача затвора. Скорострельность 350 выстрелов в минуту. Масса 30 до 62 кг в зависимости от модификации. Емкость магазинов 45, 60 и 100 патронов. Прицельная дальность стрельбы 3000 метров. Пушками «Рликон» оснащались боевые корабли Британского и Американского флота. На самых крупных кораблях Второй мировой войны, в частности на линкорах, количество орудий этого типа порой доходило до сотни. «Рликон» считается прародителем всей малокалиберной зенитной артиллерии и самым массовым оружием данного типа. По оценкам некоторых экспертов, в мире этих орудий, включая модификации, была выпущена от 500 до 800 тысяч единиц. Третье место занимает советская зенитная пушка 52К. Созданная в 1939 году, она являлась основным зенитным орудием среднего калибра Советского Союза в годы Второй мировой войны. Применялась как в роли зенитного, так и противотанкового орудия. С приданным ей бронебойным снарядом, она могла прошивать броню всех типов танков, находившихся на вооружении Германская армия до середины 1943 года. На её основе было создано орудие ЗС-53 для танка Т-34-85. Калибр 85 мм, масса 4500 кг. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы 15650 метров. Для повышения точности стрельбы по воздушным целям батареи зенитных пушек комплектовались с приборами управления артиллерийским зенитным огнём, позволявшими решать задачу встречи снаряда и самолёта. Всего выпущено 14322 единицы зенитных пушек 52К. На втором месте основное немецкое зенитное орудие Второй мировой войны, флаг 18 и о модификации 1936-1937-1941 года. Созданное в 1932 году, оно является одним из лучших зенитных орудий Второй мировой войны, а также послужило образцом для создания орудия для танка Тигр. Цифра 18 в названии пушки намекала на 1918 год и была сделана с целью дезинформации, с тем, чтобы показать, что Германия придерживалась условий Версальского договора. Калибр 88 мм, масса 8200 кг. Важным преимуществом этих пушек было наличие механизма автоматического выбрасывания гильз, позволявшее подготовленному персоналу обеспечивать темп стрельбы до 20 выстрелов в минуту. Пушка Флаг-36 появилась в 1935 году и отличалась упрощённой конструкцией лафета, усовершенствованным стволом и меньшей стоимостью. А Флаг-37, созданная годом позже, имела усовершенствованную систему управления огнём. 88-мм пушки использовались на всех фронтах с начала и до самого конца войны. На протяжении всей войны пушки 8-8 неоднократно доказали свою эффективность в борьбе с самолётами и бронетехникой противника. В 1941 году только эти орудия и гаубицы калибра 150 мм могли пробить броню танков КВ. Ну и наконец на первом месте самое популярное зенитное орудие Второй мировой войны – шведская автоматическая пушка Буффер СЛ-60 и американская копия М1. Созданная в 1929 году, она являлась самым распространённым и применяемым средством противовоздушной обороны Второй мировой войны, активно применявшимися обеими противоборствующими сторонами как в сухопутном, так и в корабельном вариантах с многочисленными модификациями. По состоянию на 1939 год шведские производители экспортировали Буффер с 18 стран мира и заключили лицензионные договоры с ещё 10 странами. Калибр 40 мм, снаряд 40х311, масса 2460 кг. Снаряды заряжались в обоймы на 4 патрона, которые вставлялись вручную. Боезапас 2000 выстрелов, скорострельность 120 выстрелов в минуту. Производились как одноствольные модификации с воздушным охлаждением, так и двуствольные с водяным охлаждением. Прицельная дальность стрельбы 7200 метров. Американские самолёты поддержки сухопутных подразделений, миноносцы и катера до сих пор вооружены орудием Л-60. Общее количество выпущенных пушек Боффер с Л-60 различных модификаций в ходе Второй мировой войны превысило 100 тысяч единиц. Из них создано 60 тысяч экземпляров американских М-1, а 5500 единиц зенитных установок, поставленных в СССР по Ленд-Лизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео на канале про артиллерию и технику Второй мировой войны. Все пока!